Еще с 26 сентября по улице Гоголя развернулись масштабные ремонтные работы по замене дорожного полотна. Водителям приходилось корректировать маршрут и учитывать этап стоятельства при передвижении по городу. Сейчас в Бресте установилась хорошая погода и специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия прилагают все усилия, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки. На данный момент проводятся работы по замене верхнего слоя проезжей части по улице Гоголя. Работа будет производиться на трех участках. В общей сложности будет заменено порядка 2-200 метров квадратных. В зависимости от погоды планируется, какие работы выполнять. То есть, как правило, подготовительные ведем работы, а уже когда погода идет – асфальтирование. В дождливую погоду специалисты выполняли фрезерование, то есть снимали верхний слой асфальта. Теперь, когда основание просохло, поверху активно укладывается асфальт. Из-за интенсивного движения по улице Гоголя, дорожное покрытие, верхний слой, пришла в негодность, были дефекты, сколы, трещины. Нижний слой был в достоинном состоянии, а верхний слой решили заменить. Сняли верхний слой фрезой, отремонтировали все коммуникации, дождеприемники и люки. Подняли их на проектную отметку. А сейчас идет асфальтовая укладка. Демокаток, два гладковальцевых катка и асфальтовый укладчик. Дорожное покрытие планировали заменить до конца текущего дня. Асфальт на обновленных участках обещает прослужить не менее пяти лет. Помимо этого, в городе ремонт проезжей части проводится и на других локациях. Отработает фреза, она сегодня будет отрабатывать улицу Московскую, остановки на Московской, также в районе Гаврилова, Гродинской улицы будут отрабатывать. Всю неделю будет снимать наплывы. На данный момент девять дворов идет также текущий ремонт, то есть с устройством тротуаров, дополнительных парковочных мест и с асфальтированием проезжих частей дворовых территорий. Девять дворов ведется. Что касается струйно-инликционного, работает четыре машины, но на асфальтирование одна бригада. Дорожные работы сегодня можно было увидеть по улице Минжинского, Скрипниково, Защитниково-Отечества, Городской и Свято-Афанасьевской. Денежные средства на эти нужды были выделены из городского и областного бюджетов. После наступления холодов масштаб работ сократится, специалисты сосредоточат все внимание на проведении ямочного ремонта.